Произвольная программа фактически расставляет всех на свои места. Первый Плющенко, второй Горонов, третий Меньшов, четвертый Качинский. То есть те спортсмены, которые имеют серьезный международный опыт. Ну да. Но сейчас Максим Ковтун. Борьба в том числе и за золото российского чемпионата и за ту самую единственную путевку на два главных старта года. На Олимпийские игры и на чемпионат мира. Хотя мир в этом плане отходит на второй план. Да, самое главное это Олимпиада. Сделал, что ли. Мы очень верим. Олимпийские игры и на чемпионат мира. Молодец. Еще один человек сделал двадцать четверный. Троли. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ И еще один трейнадцатый. Один из немногих, кто справился с тройной работы. Молодец. Но это уже серьезная заявка. Нет, но это сегодня действительно серьезная заявка. На мой взгляд, пока наиболее убедительное впечатление производит Максим Ковка. Да, два четырех, два тройных акселя. Максим Ковка. Блестящее, блестящее выступление Максима Ковка у нас. Я не знаю, как вы реагируете, соперничая друг с другом, но два четверных выполнил ты, Кость, и Сергей Воронов, и Максим Ковтун. Тут у нас возникла некоторая неразбериха относительно того, какое количество каскадов он прыгнул. Но нет, никакого переборка, все в порядке, никаких незащитных элементов не будет. Но уж простят меня соперники Максима, по-моему, сегодня это самое яркое выступление дня. Нет, молодец, молодец. Хотя и Воронов был очень хорош, но тут очень многое будет зависеть от оценок за компоненты, а тут уже все слова арбитром. Вот у тебя, пусть так, компоненты традиционно очень высокие, если вы вроде бы откатались на... Ну, не надо было вчера кататься по-другому. Да, конечно. Тогда, конечно, я бы тогда не здесь сидел, а с вами. Ну, и вы из-за произвольных получили примерно одинаково. Там плюс-минус это не считать, 159, 160, это вопросов никаких. Нам было мне вчера кататься, но тогда бы я с вами не по себе. Ну, я не знаю, что выбирать, я бы не расстраивался, скажем так. Хотя сегодня не сказано, рад, спасибо. Здорово. Здорово. Молодец. Вот при том, при всем, что в прошлом году была вот эта крайне неприятная ситуация, согласен, что Макс вырос за год так, что с ним приходится не просто считаться, а один из лидеров, фактически. Конечно. Причем он, в принципе, прибавляет к каждому старту. И вот один из самых важных стартов в этом чемпионате России, он справился с двумя программами практически на 100%. Просто, конечно, когда только вставляешь четверных, это я понял сам в короткой программе, это такая ответственность. То есть, как бы, в произвольный я уже, ну, вкатал, понятно. Вот для меня это, конечно, было такое непонятно немножко, что делать, когда ты сорвал. А, вот в чем дело-то, вот в чем дело. Вот здесь, в двойном цехове, был одинарный клуб еще. Вот в чем дело. Это нет, все равно три получается, Каскар. По-моему, три. Это здесь, это я оценки вставил за четвертый клуб. Это не то. Кстати, Атоль, как переживаем. Он блестяще. Что тут говорить? В 18 лет такое катание, такие физические нагрузки, это, конечно, фантастика. Самая настоящая фантастика. И сейчас сумма баллов, которая ему нужна для победы над Плющенко, не выглядит. Первый, первый коксу. 174,5. Он выигрывает чемпионат России. И в этом нет никаких сомнений. Браво! Молодец, молодец. Мы с вами стали, уважаемые зрители, свидетелями просто феноменального события. Это, я не знаю, что может быть более интригующим, что может быть ярче, чем произвольная программа у мужчин на чемпионате России. А впереди еще целых три произволки. Что там будет твориться? Фантастика. Ковтор чемпион.